Трёхкратный чемпион Британии и четырёхкратный чемпион мира Ронио Салливан. Играют прославленные, выдающиеся сноукеристы Джон Хиггинс и Ронио Салливан. Естерсо получил очень много пожеланий от родных, близких. Но посмотрим, как будет складываться матч, пока Хиггинс может открыть счёт. У Джона Хиггинса был соперник посерьёзнее, лидер мирового рейтинга Марк Селби. Скромное количество Сэнджи в последнее время и их отсутствие на этом турнире лишний раз подтверждает то, что им быстро приходится переходить. И с удовольствием поздравляем болельщиц сноукера. Ведь у нас сейчас... Непростой вот игрыш. ...на 10 очков. Ну и вот кто же получит... Перелезал. И вот урон. Добавляет нижний винт. И всё-таки... ой-й-й-й. ...какое-то серьёзное значение. Но, что видим, о том и говорит. ...с красным. На зелёную лузу здесь, похоже, не получается выйти. Жёлтую. Может перевести биток Джон. Красный. Которым можно подобраться... ...всёк. ...вот к чёрному. Хорошо бы сделать Кэнон ещё. Вот с правым красным. Битком. ...выход не слой. И сразу... ...попадает. Два подхода результативных было у Джона. Но набрал он всего лишь 30 очков. Ирония может... ...игроков возрастных как раз... ...мор будет следующим. Следующий красный. Готов. Немножко... ...под розовым. Дальний красный. Чтобы не нужен был последний красный. Четыре красных надо играть с чёрным. Неэлементарный. И ошибается Ронни. Выход на хороший, на открытый... ...красный. Ну а может быть всё-таки действительно на дабл будет выходить. Нет. Забивает Джон. Выход на синий хороший. Вот-то сразу не получается ли подбой. Во-во-во-во-во. Ой, хорошо. Первый удар у Джона Хиггинса через два борта. За коричневый, за жёлтый. Джон Хиггинс. Семнадцать. Образительный. Очень хорошо. Далеко уходит. Можно поставить Снокер за зелёный. Ну, такой раскат, что не так просто это сделать. От двух бортов. Это удивительно. Не ошибается. И сыграть поточнее. А смокером. И опять ошибка. Пал. Пал. На этой отметке останется. То есть будет открытым. Пал. Пал. Еще пару цветных ему нужно будет забить. Для того, чтобы оформить победу. Красный в лузе. Пал. Ой-ой-ой. Так же всё меняется. И перевес уже какой был у Джона. И мог он играть... Пал. Да. Попадает в агонии. Попадает в агонии. В агонии. В агонии. Попадает Хиггинс. Пал. Пал. Как розовый будет восстановлен если будет играться именно он. стоит вспомнить то что это игроки у которых на данный момент за всю историю уступает стивену хэндри который завершил карьера карьеру и иронию сальвана она сохранилась сделан почты но должен такой шар забивать этот красный потому что он ну где-то подходу ну знаете на тоненького он проходил ну игрок должен удостовериться дать но сказывается как джон как ронни ничего ну а какой-то объяснить лак он же был в индии боятся сэкстер красный заняты но мы видим что на свою отметку стал черный шар точно да ронни очень низкая влажность сейчас и температура водогрева лучше чем обычно одни те же столы одно и то же сукно совершенно новое и средний а это плод это связанная с либо подбой по справу среднюю на дабл вы и в этот раз он сыграл попадает и здесь непростая резко была на рот хорошая вот играешь не абы какой джон хиггинс эти ну вот и снукер но биток прошло мимо и будет сейчас свободный шар точно идет розовый даже через борт можно подвести поудобнее биток надо джон убрать партию вспомните предыдущую партию тот же и все получил атаку хиггинс другое дело что борьба завязалась и джон хиггинс хороший снукер поставил после которого что перевода нет на черный борт значит это атака и не хватило точность тебя не похож не идут серии но это атака под пауты грошу шар ниже розового ну так оно и было до красных шаров но узко узко и до вывлев красный в лузе биток попадает ранее выход именно такой особенно вспомнить как это он делает выход на четвертый снижение атаки 22 но делает мало прокатил и техничный заказан зеленый но это фол фаул фаул на месс ты аккуратно отыграл довольно часто получаются хорошие удары по отыгрышу нет попадает ронни нижний шар играется там и верхний идет далеко биток не ушел сейчас прикрылся розовый и придет свист здесь на синий отлично ну а теперь что фрейм 4 в общем 50 нужны джону хиггинсу не падает чёрт надо вступить на очень сложный удар а попадает джон летом за черным ох как хорошо сыграл и может получиться сложный снокер но их не забил жаль уйдут снокеристы правильным вариантом был бы счет 2-2 ошибается джон на этот вариант ронни перерезает красный верхний винтом играет джон переводит биток на левую половину стола игроки особенно ровни у сареван но пока за первых три фрейма в матче я думаю довольно наиграть потом в левый угол а можно и на подбор выход джон есть продолжение в правый угол буду добыть в этом подходе ну а в идеале но выход не на чёрный выход на розовый формы джона и позиции ров меньше суммарная масса этой группы значит на левом фланге на него первая полусутинная чтобы подбой делать сразу нет неужели на правый одиночный будет выходить нет подбой от борта хорошо идёт биток три-четыре тому назад и тогда было неясно вот почему далеко идущий уже такой план который должен сейчас у нас сравняться и это очень интересно вот такой матч мастит их имени равенство к перерыву если говорить о стимуле дополнительных призовых но у джона по сравнению если не сказать могучий дело в том что джон да вот бы забил такой шар но может на него пробиться правда только в одном случае если в 2 ну честно говоря качество игры невысокое что тут скрывать одна лишь серия забивает Рони но вы нет Рони решил оставить биток там всё не так было просто как казалось идёт атака Рони перерезал шар у него складывается матч отыгрался плохо идёт биток а но с этого матча назвали Эль Кла урони озорно но это не должно смущать Джона Хиггинса ну и это видно что есть ошибки в этом турнире не только мы включить такое на сколько процентов старателен тот и другой в дебюте сезона он помышлял о завершении карьеры потом яркое взлёт действительно как взлёт ракеты мы это прекрасно знаем и может разразиться полметра расстояния для возврата битка то то что ну странно вместо подката к зелёному Джон другой принимает ну есть этому определённое объяснение турниров и показывают то есть за матч забивает такой грубой ошибки позиция открыта выбирает удар в правый угол купный брейк обрести наконец ну что первая ступень ракеты теперь проще 7 очков перевес всего в данный момент а судьба фреймбол следующий кран забивает тройки снукера 7 очков текущий набор ронни под есть особенность но справляльным как ровно 100 получается очков а не розовый влузе выход на 990 крупные серии за один подход выигрывает фрейм ошибается джон а что то здесь да хорошо смотрит красные винтом ронни значит на ближнюю половину стола поведет биток синий влуз попадает и здесь можно задеть немножко группу много шаров много шаров опять к черному 36 в истории снукера ну и вот возникает вопрос либо делает какой-то этот шар вести брейк во многом с сотенка до него еще надо дойти пока не если три черных то левый красный и не не лучшая серия по-прежнему остается без нет сотни не стоят не знаю как-то фраза звучит смысл то такой вы у марка сэлби и попадает джон в коридорчик должен забить да попадает хиггинс и вот хорошая позиция через который можно продолжить вести атаку выход так и так на ближнюю половину есть но это и плохо было похоже через борт на ту же лузу будет выходить джон пытка склонить левее там розовый надо вот между розовым и вторым так просто красота кстати и здесь полезно нет он есть но только на оттяжке через левый борт ну в том то и дело ну отлично даже упасть красный нет синий очка терять нельзя то есть пять красных только почему говорю любой пока это любой из красных если поведет атаку роль конечно на черный сразу выйти но не удалось забить фреймбол играет джон хиггинс забивает шар и обостряется борьба в матче 8 была серия джона хиггинса это вторая полусотенную полусотенную серию оформить текущий набор хиггинса после перерыва и левый винт джон отвечает хорошей серией шар на вторую полусотенную серию во фрейме сравнивается к одной трехзначной тем интереснее становится смотрится и вот джон атакует попадает хиггинс позволил продолжить серию ну что только нижний красный этот красный и тогда с него можно раскрывать позицию ну но шар лузер и подбой казалось что биток совсем близко к красному хороший здесь красный и несложный переход к очередному вроде все нормально все на очередной красный хорошо бы убрать назад как раз будет как же все сомнений даже не возникает я думаю никто не удивился ронни не самый медленный темп серия прошла попадается сотня очков хватает он после это 5-3 розовый ронни осареван идет он будет неизбежно сейчас дешевый полки шары вот важные удары ведь он точен четыре удара надо много тысяч 999 сезоне он да сложная задача перед джоном и а пока и выбор потом черный так надежнее давайте 12 с половиной процентов у хиггинса на успех до 25 процентов хорошо отыграл на ироне не стал ничего выдумывать сыграл ужасно черного играется удар непрост но хиггинс точен отметки вот если удастся хиггинсу вернуть черный свою отметку открытых красных есть распоряжение джона но в целом это делать непросто получится нормально атмосферу зале дальний удар не точен синий на нем есть угол для снизу красный это сложно очень сделать это фол давали нам ракурс старался ироне то что синий вылетел разный удар идет разойдутся красные надо что получился выход нет нет мимо немного своего рода благородство потому что в возникшем снукере джон элементарный красный не забивает оставлять лузи это тоже ошибка но тут то не приходит в голову благородство многократно роня такое дело многократно отличная позиция досталось продолжение участия в матче джона выбирает 50 50 21 перевез жона хиггинса после 43 43 дает вводящим ударом попал ну что ж поиграют поиграют угол да падает красный третий финальный матч как минимум из десяти партий состоит нет как а мы посмотрим идет ли красный нет не точно опасно ничего не действительно не должно быть не пытался даже не остается но кривой лузи ведет и надо тогда уводить биток к левому борту с верхним винтом но так и играет джон узкая попробовать причем два варианта есть но джон выбирает прокатом десятого фрейма в тактической борьбе отыгрывается ронни перевоз у дальнего борта главное чтоб красный не оказался опасным но джон очень тонкий от дальнего красного отыгрывается хорошо играет такие удары нет пока инициативу хигин сам он стоит от ничего лучше у него нет ну ронни вставка в ситуации когда вот пошли пойдут когда шли отыгрыши мой обмен отыгрышами выбивал ронни первые будет удары зайдутся красные некоторые интересные отыгрыши со сложнением позиции вот именно между быками такой вариант не устроила соли желтой лузе нет нет даже если он проходит пускать как можно ближе к зеленой лузе чтоб он не вернулся нет 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 в шары другие упустил сложно смотрите ударом позиции становится все острее и острее и уже на дальней половине больше по отыгрышу и главное тут именно отыгрыш важный удар шар и настолько хорошо открыты первые очки в таком случае шар должен идти на отметку шара и не забивает утром начаться никаких так что все нормально здесь и здесь есть переход опять к розовому корицы 20 чуть ли не нашел ты пришлось выхать сложнее удар но уроне то очень внутри хороших красных есть в распоряжении уроне а салливана ну что без подбоя подбоя играть то очень дроне вот сейчас критический момент два красных тут нормально розовый в лузе и это проблема это правый красный и ну джон отыгрывается насколько же удачно ой плохо ой плохо ну как ну как патчбол нароне салливана чтобы просто несправедливо грубейшими а6 по этой игре выглядит ну полуфинальных пар первое дадим анонс дадим анонс и